Всем привет! Сегодня я хотел бы вам рассказать об обвесе для камеры A7S. Сама камера уже давно не новинка, люди уже больше года ее используют. Обзоры об этой камере уже давно есть в сети. Если вдруг вы случайно ничего не слышали об этой камере, то в сети все есть. От себя только добавлю, что камера интересная, камера компактная. И вот как раз вот эта компактность, она имеет как и плюсы, так и минусы. Если вы используете данную модель камеры для видеосъемки, то вот мое личное мнение, что данную модель необходимо дообвесить. Чтобы наша работа, съемка была и удобной, и практичной, давала нам комфорт в работе. Что тоже я считаю, что не менее важно. Сразу же начнем о недостатках этой камеры. Один из главнейших недостатков, но опять же я говорю, это очень мое личное мнение, это конечно видеоискатель. Он очень маленький, компактный и не совсем практичный для работы. Особенно если вы занимаетесь видеосъемкой. Если для фото, то еще как-то можно, наверное, с этим смириться. То для видео, ну, мое мнение, очень неудобно. Хотя, конечно, в данной модели есть удобный ЖК-монитор, который можно выставить в любом положении. Он намного практичнее, удобнее, чем в той же А7 III. Но мы не всегда его можем использовать. Или, скажем, например, на улице, когда очень ярко, солнце, много света вообще, то желательно, конечно, иметь хороший, качественный, удобный, практичный резиновый наглазник. На сегодняшний день на рынке данное устройство есть. Его можно приобрести и у нас. Цена данного наглазника чуть больше 1000 рублей. Он устанавливается в интеллектуальную площадку камеры. Раз. Все. И мы теперь имеем удобный и довольно-таки практичный резиновый наглазник. Хотя, конечно, к нему тоже надо привыкнуть. У него есть немножечко своя особенность. Он прижимается очень... Его надо прижимать практически к глазному яблоку. В первое время это довольно-таки неудобно, но со временем к этому привыкаешь и уже чувствуешь себя комфортно. Но самое главное, он выполняет функцию защиты от солнца, боковых засветов. Очень удобная и практичная штука. Как только вы приобрели Sony A7S, надо сразу уже желательно докупить вот такой наглазник. Следующая покупка для камеры – это, конечно, клетка. Самое главное отличие от других клеток является то, что у данной модели есть хват. Модель называется SmallRig 3212. И данный этот хват позволяет нам очень практично и удобно работать во время долгих съемок. Ну, я в данный момент, конечно, говорю о видеосъемке. Если покупка наглазника и для фото будет не лишним, то покупка клетки для фотографий, если вы занимаетесь только фотографией, ну, наверное, излишним. Эта же клетка несет еще и такую функцию, как защита корпуса камеры. Позволяет вам еще купить какие-то обвесы, рукоятки. И все это есть возможность прикрутить. Устанавливается эта клетка на камеру очень быстро и оперативно, и практично. Клетка имеет уже свой ключик, что очень удобно на магните. Мы затянули, закрепили, вернули ключик на место. Хоп, ключик на магните, он не потеряется. И вот мы клетку установили на камеру. Сразу уже появился хороший, удобный, практичный хват. Что очень, повторяюсь, и что очень важно для видеосъемки, особенно если вы бегаете, снимаете с рук, снимаете долго. Клетка, кстати, весит, 192 грамм весит данная клетка. Хват на данной клетке очень гармонично смотрится с камерой. То есть такое впечатление, что это прям вот как одно целое. Следующим обвесом идет это 50-миллиметровый адаптер и зажим. Также я встретил название, что площадка еще называется Arco Swiss. Зажим и вот маленькая площадочка. Площадочку мы сразу устанавливаем на клетку. Зажали, ключик на место. То есть, если мы используем эту камеру на штативе, мы одеваем на площадочку, закручиваем и одеваем в штатив. Вот, раз, закрепили. Все. Штатив у меня старый добрый Manfrotto 502. Есть и что, 504. Вот, пожалуйста, мы можем использовать камеру со штатива с этой площадки. Если нам надо что-то оперативно снять с рук, быстро, то мы просто отворачиваем, сняли камеру и, пожалуйста, используем ее с рук. Либо можно поставить на электронный стабилизатор. Площадки у меня стоят на штативе. Площадка, адаптер стоит на штативе и также стоит на риге. Да, да, у меня есть риг. Кстати, очень легкий, практичный. И я, наверное, сделаю отдельный обзор. Мне ребят попросили рассказать поподробнее. Сразу скажу, что здесь практически все заводские детали, самоделок тут минимум. Ну, может быть, вот, в первую очередь, рукоятка. Но это 3D-печать, точной копии от соневской камеры FX6. Если мне появилась какая-то потребность снимать с рига, то все это быстро, оперативно устанавливается. Пожалуйста, установил. Все, и ты можешь использовать данный риг для видеосъемки. Конечно, разумеется, данный риг используется только для видеосъемки. Для фото он уж точно не нужен. Еще раз скажу, что он довольно-таки легкий. Имеет возможности регулировки, трансформации. Но о нем чуть позже. Не нужен вам риг. Сняли. Убрали. Либо камеру на штатив. Либо продолжаем снимать с рук. Площадка эта не мешает абсолютно. В руке все это лежит удобно и практично. Вот у нас такой, получается, уже готовый комплектик для работы. Но также я еще использую и рукоятку. Модель SmallRig 2165. Она была куплена уже давно. И использовалась на клетке для А7-3. И эту же рукоятку я сразу же установил на клетку для А7-С. Знаю, что люди, многие операторы говорят, что это лишняя деталь, что рукоятка абсолютно не нужна. Поэтому все зависит от того, от ваших задач. Вот мне данная рукоятка нужна. То есть, мне она позволяет носить камеру, снимать с нижней точки. То есть, я держусь за ручку и снимаю с нижней точки. Во-вторых, я могу установить свет. И сразу же микрофон. Именно на эту рукоятку. Если мы едем с семьей куда-то отдыхать, понятное дело, что весь этот обвес, ручка, клетка. Ничего это абсолютно не нужно. Площадка. Достаточно саму камеру. Потому как для себя, для семьи мы снимаем короткими шотами. И камера... Единственное, что, конечно, я бы всегда с собой возил бы наглазник. Ну, если мы снимаем видео. В принципе, фото, наверное, тоже. Если мой обзор был кому-то интересен и будет полезным, то я только рад.